Друзья, я открыл интернет-магазин, ссылочка на него будет в описании. Проходите и покупайте интересные товары. Приветствую, друзья, и мы в Берлине, и сегодня у нас в гостях Павел. Паш, приветик. Добрый день. Паш, расскажи, может, историю, как попал в Германию? Вообще, я не планировал приезжать в Германию, и у меня всегда были мысли, что я, ну, возможно, в Англию поеду. Все-таки в школе английский язык учил. Родился я в Литве, там закончил школу, и потом уехал в Россию. Там учился в университете, ну, и думал в России остаться. Ну, как-то незадавательная жизнь в России. В один прекрасный момент я на все плюнул, купил билет в один конец, собрал одну сумку вещей и поехал за лучшей жизнью. А что не удалось? Ну, как-то с работой не шло дело, с личной жизнью. Воронеж. А, Воронеж. Ну, и я понял, что не моя страна. Я по менталитету все-таки больше в Рибаут. Не зашло у меня там жизнь. А чем вот Прибалт отличается? Мы более спокойные, мы более одиночки. В России жизнь завязана на знакомствах, на общении с другими людьми. Все решается через знакомых, все через связи. Начиная там от врача и заканчивая хорошей работой. При Балте они больше одиночки, они привыкли жить своими силами и справляться сами. То есть никому за помощью не обращаясь. И меня это всегда угнетало в России. И когда я приехал в Германию, я почувствовал эту разницу. Здесь именно вот страна, где ты можешь сам добиться всего, чего ты хочешь. Здесь также бывает тоже через знакомства, но здесь всего того же можно и самому добиться. Интересно. А что, прям в России так это заметно, что прям все связи? Ну вот, например, мой выпуск с университета. Все, у кого были знакомы или родственники, работали по специальности. Все, у кого таких людей не оказалось, работали кто водителем, кто охранником, кто кем. Шесть лет учебы в университете. А на кого ты выучился? Экономист. Это военно-жирский университет, да, уже выучился? Да. Экономист. Ну и что, тебе прям нельзя было найти работу никак? Ну, вот так вот оно получалось. Все требовали опыт. Сразу? Да. Как ты понимаешь, что после института опыта никто не хочет брать без опыта. А, всему так вот, да? То есть, будет опыт, приходите. А где убрать, непонятно. Да. Ну, это в принципе, оно везде так, но в России это просто какой-то перебор с этим опытом. Даже там водителям, если пытаешься устроиться, требует опыт работы водителем. Ну, и как вообще пошло? Сразу собрал сумку из Воронежа и... У меня было немножко попроще. У меня здесь мать жила. А, в Германии? Она уже года за два до этого устроилась в Германии. И мне было, кому переезжать в Германию. То есть, решались некоторые проблемы, там, где жить. И так, какого плана. Ну, и как вообще у тебя за... Сколько ты, получается, здесь где-то уже... Шесть лет. Шесть лет. Как у тебя за шесть лет, там, после жизни в России прибыл в тючет? Ну, первые два года было сложно. Бывали даже мысли, нафига я сюда приехал. В Воронеже лучше. Ну, первые мысли, пока ты язык учишь, пока еще всех этих законов не знаешь, не понимаешь. Там, ну, я общался с другими людьми, которые приехали. Ну, практически все проходили через эту стадию, что вот первые несколько лет хочется вернуться обратно. Когда все непривычно, когда ты еще толком ничего не знаешь. Когда выучишь язык, тогда становится все гораздо проще. А что им непривычно, Паша? Ну, тут даже элементарное. В России я не знал, что такое бумажные письма. Здесь почтовый ящик завален просто этой почтой. И не дай бог ты какой-то послучайно выкинешь. У тебя потом может быть куча проблем. А вот сколько тебе писем приходит? В неделю? Или это много? Нет, ну, в неделю у меня сейчас мало приходит. Ну, может, там, 3-4 письма в месяц мне приходит. Ну, это потому что у меня сейчас все уже размеренно, налажено. И все стабильно, спокойно. А когда, там, например, люди получают пособия, сидят безработными, у них там может быть в неделю с десяток писем. А вот, не то имени их вызывают на какие-то там собеседования, то центр по трудоустройству что-то от них требует, то еще что-то. И если ты не знаешь язык, не разбираешься в этих письмах, это жуткий страз для всех, кто приехал. Слушай, как интересно, это, что же им пишут, это от всех разных спецслужб или таких, да? Специальных служб таких. Ну, Германия очень бюрократическая страна, здесь все через письма. Как вообще с этим жить? Можно как-то или служб? Да, привыкаешь. Ну, вот я говорю, язык, как только ты язык выучишь, начнешь разбираться в этих письмах, когда ты открываешь, и у тебя не паника от того, что ты не знаешь, что от тебя хотят, и сколько тебе надо отдать денег. А когда ты открываешь и понимаешь, за что тебе нужно отдать денег, или наоборот, ты их там даже получишь, то уже становится жизнь гораздо лучше. Так, а сейчас же просто, сейчас Google направляешь, это, знаешь, Google фото, направляешь, он сразу переводит прямо в телефоне, сейчас вообще не проблема. Там немецкий, там немецкий, любой язык. Ну, тут есть такая вещь, обычный немецкий язык и бюрократический, немецкий язык. Это, считайте, два разных языка. Бюрократический немецкий язык, он исторически сохранился, какой он был там, ну, лет, наверное, даже сто назад. То есть он особо не менялся. А обычный менялся, и очень многие немцы сталкиваются с этой проблемой, что они не могут понять официальные письма. А, все разные личности. То есть, говорим одно, а то, что написано, там слова означают совсем другое, и, вот, если ты не знаешь этого языка, ты будешь читать, и это будет просто билиберда какая-то. Билиберда? Да. Ты не поймешь, что там написано. И немцы, многие немцы, которые там, ну, без высшего образования, обычные такие люди, они не справляются. Многие даже не могут свой трудовой договор прочитать правильно и понять все, что там ему обещает работодатель. Это нужно заводить штурбератора? Нет, штурбератор занимается налогами, ну, к адвокату идут. Это с письмом к адвокату? Да, это стоит 50 евро. Так я вот, раздавишься каждый письмо к адвокату носить? Ну, я вот с немцами общался, очень многие немцы с каждый трудовой договор носят к адвокату, чтобы прочитали, сказали, что там работодатель, в чем обмануть хочет, или чтобы так было. Немец, понимая свой язык, не может понять, что там в договоре написано, да? Бюрократический язык нет. Бюрократический, а договора все на бюрократическом языке? Да, договора, законы, все эти официальные письма. Это, получается, нормальный человек, который устроился на работу, он не может понять? Ну, нормальный человек, нормальному человеку рознь. Есть нормальные люди, которые там закончили школу и пошли сразу работать каким-нибудь водителем или на завод, и такой человек не разберется. Либо есть нормальный человек, который закончил университет или какой-то учебу, он уже более-менее разбирается в этом языке, потому что он учился. Понял, понял. А, Малгиновый диплом получилось в воронежский? Да, у меня полностью подтвердили российский диплом, подтвердили? Но в Германии всем плевать на российские дипломы. Почему? Если ты не инженер и не программист, если ты экономист какой-нибудь, ты не устроишься с российским дипломом, тебе нужно еще дополнительно учиться. Получается, опять то же самое? Ну, я закончил 8 месяцев курсов бухгалтера и теперь работаю бухгалтером. А, ты бухгалтер? Да. А, так ты штройоператор? Нет, я бухгалтер. А, бухгалтер, штройоператор, штройоператор, штройоператор. На штройоператор нужно дополнительно учиться, и там очень сложный экзамен. Сколько здесь всего? Я уже новые слова узнал. Ну вот, если сравнивать с Россией, то бухгалтер, он занимается текущей деятельностью компании, а штройоператор, он закрывает год, эти годовые отчеты, налоги, и вот это. В России и то, и то делает бухгалтер. Здесь это разбито на 2. А, вот так даже. Чтобы и туда платить надо, и туда платить надо? Ну, здесь вот это вот закрытие года, налоги, это все более, считается, более ответственная работа, поэтому на нее нужно дополнительно учиться. Интересно, интересно. Ну, вообще-то... Ну, тут еще бухгалтера есть отдельно по зарплате, отдельно обычный, то есть это тоже 2 разные. А, их 4 получается разных, да? Да, еще, которые закрыли... Ну, вот штройоператором больше по налогам, есть биланс бухгалтер, который закрывает год, обычный бухгалтер, бухгалтер по зарплате. Ее просто... Это в одной фирме невозможно столько держать, нужно, чтобы они были приходящие, да? Ну, обычно закрытием года и налогами занимается штройоператор, то есть, где я работаю, я веду текущую бухгалтерию, а все остальное отправляют в другую фирму, где это делает штройоператор. Это ты реально сидишь с бумажками целыми, да? У тебя письма, реально сидишь весь день, и что-то там... Ну, как приходит шеф, приносит мне стопку бумаги, вот, надо вбивать в программу. Так получается, вот этого шести лет универа Ларонежского не хватило, даже чтобы как-то... Ну, немцы... Ну, да, они смотрят российский диплом, да, вроде признается, но они такие, ну, мы-то знаем наше немецкое образование, а что ты там учил в России, мы не знаем, не, лучше мы поищем кого-нибудь с нашим немецким образованием. А, это они могут сказать иди отсюда, типа, да? Ну, они даже не приглашают на собеседование. Ух ты, даже так. А как только я отучился, вот, 8 месяцев, у меня было три предложения по работе, я еще и выбирал, куда пойти работать. А, сразу тогда же. Сразу. Я еще не успел учебу закончить, уже нашел работу. Ух ты, сразу. Ну, не секрет вообще, там оплата как-то нормальная такая? Ну, на среднее по Берлину. Среднее по Берлину. Это, где-то, где-то примерно, получается, 6, значит, где-то 3, среднее, да? Или все-таки по Берлину выше гораздо? Нет, примерно хотя бы. Три. Да. По Берлину среднее ниже гораздо. Ниже разве? По Берлину среднее, я могу сказать, около 2000. А, 2000. Это брут, это до вычета налогов. Тут мне сказали, за 9000 евро, мне это в комментариях написали. А на руки люди меньше получают. А, меньше? То есть, ну, на заводах, например, люди работают, они на руки получают 1200-1300. И за эти деньги еще живут здесь, да? Водители, например, которые там всякий патч, хлеб возят, всякое, разводят магазины, продукты. Такая неквалифицированная работа, она, ну, максимум до 1500, они получают. 1500, вау. Что-то, и таких людей много. Это же Берлин, даже в Берлине? Это вот в Берлине, но в Берлине зарплаты низкие. А, просто зарплаты низкие. Ну, например, на западе или на юге зарплат за такую же работу будут платить на 300-500 евро больше. А, на западе, да? Ну, там и квартиры в разы дороже. Паша, расскажи сейчас свой бюджет, как у тебя вот или заходят там питание, съем квартиры, помняты или как? Квартира, мне очень повезло, я нашел очень дешевую в Берлине, я 8 месяцев искал. Ну, в Берлине норма искать квартиру один год, ты в это время в комнате? Где хочешь. Или где, в хостеле? Тут есть такая проблема, что без прописки ты не найдешь работу, без работы ты не снимешь квартиру. Чтобы снять квартиру, тебе нужно показать свою зарплату за последние 3 месяца. А если ты еще только приехал, еще не успел здесь работать? Вот это у всех проблемы. Во-первых, им нужно найти, кто их пропишет и где им прописаться. Затем им нужно устроиться на работу, отработать минимум 3 месяца. И чтобы снять квартиру, стоимость квартиры недоваренная. оплата за квартиру не должна превышать 30% от твоей зарплаты на руки. То есть, например, если ты получаешь 900 евро, квартира стоит 300 евро в месяц, тебе ее сдадут. Если она стоит 301 евро в месяц, тебе ее уже не сдадут. Уже скажут, парень, ты не подходишь по заплате. Ищи работу или другую. Ну, ищи другую квартиру. Паша, смотри, получается так, я приехал, например, жить, на работу я не устроиться не могу, потому что у меня прописки нет. или еще опыта работы нет? Или как тут? Ну, возить посылки тут без проблем. Без опыта возьму, посылки? потому что тут никто не хочет идти туда работать. Приехал я, нужно прописку. Да, в первую очередь прописку. дальше что? Устроился я посылщиком, хорошо, вначале, да? Пока опыта работы не должен. Как я тут работаю? Ну, как ты работаешь, что вы чаще? Где я жил, получается? Квартиру снять не могу, потому что у меня работа посылщика была? вот, это проблема. Мне повезло, что моя мать здесь жила, а так кто у знакомых, кто-то по хостелам живет, есть еще, когда частники сдают квартиру, с ними можно договориться. Это черный, это сам? Нет, не черный, это тут вообще в Германии принято снимать квартиры от организации, но бывают и частные люди сдают. У них квартиры примерно в полтора раза дороже в месяц. А, дороже даже? Однокомнатная квартира в Берлине, ну, сейчас, наверное, чуть подороже, но была 400 евро, участника такая же будет 550. А почему дороже участника, а не у фирмы? Потому что у них проще снять. Хорошо, а проще как? Меньше показать документов? Да, меньше документов, часто не нужно подтверждать вот эту зарплату, но там возникают проблемы, что либо с пропиской сдают, могут не прописывать, могут на определенный срок сдавать. Если ты у организации снимаешь, ты можешь всю жизнь снимать, тебя никто не выселит. У организации? Это у фирмы, которые именно сдают жилье. Так, а им-то, как получается, так проще частников самим сдавать, чем в организацию? Или организация тоже имеет свои квартиры? Частники боятся вообще сдавать квартиры свои, потому что здесь законы такие, что выселить человека из квартиры очень-очень сложно, только через суд. даже если он не платит. Это как в Испании, что ли, получается? Ну, наверное, это по всей Европе такая система. По Франции, я думаю, примерно так же. Выселить невозможно человека? Ну, как возможно, но это занимает очень много времени, до полугода может доходить. А это ты не можешь там пытаться сказать, молодой человек, вы мне деньги не платите? Нет, потому что по закону человека нельзя выкинуть на улицу, просто так. Если он даже не платит? Даже если он не платит. Ну, хорошо, дети есть, понятно. Там единственное условие, что могут попросить выселиться, там дается обычно 3 месяца срок. Либо ты, если выселяют тебя, либо если ты сам съезжаешь, ты еще 3 месяца оплачиваешь квартиру. Единственный вариант, если владелец жилья сам хочет жить в этом жилье. Он должен доказать, что он будет жить в этом жилье, поэтому он просит выселиться. А, срочно, да? Да. Ну, это тоже может длиться до месяца или нет? Это 3 месяца. А, это 3 месяца может длиться. Ну, это как на работе срок увольнения, так и с квартирами срок выселения 3 месяца. Паш, как тут жить с этим? Как? Ну, в то же время ты себя чувствуешь защищенно, когда ты снимаешь жилье. Ты знаешь, что ты завтра на улице не окажешься. А, вот в этом плане ты даже платить не будешь, да, получается? Ну, я помню, в России в Воронеже через месяц приходит хозяйка и говорит, мы с договором, причем сняли все официально, через месяц приходит и говорит, я повышаю вам квартату. Я говорю, вот же договор. Говорит, меня не волнует. Здесь такое невозможно. Ты где жил? На Комарова? Левый берег? Северный? Я где только не жил. Я и в Северном жил, и на Левом берегу жил. Я просто учился тоже там, только я с Ниженного города, а ты следуй. Я учился в школе пилиции в свое время. У тебя какие годы выпуска? В 14-м получается выпуска. фу, какой 14-й. В 14-м я из России выехал. Ага. В 2008-м. Вот выпуска, да? Я не помню. У меня 98-й выпуск. Воронежек. Ну ладно, отвлеклись немножко. Понятно, интересно. Паш, вообще общаешься в кругу русскоговорящих или там немцы? В основном, да. С немцами как-то дружба не складывается. То есть по работе общаешься, но более близкое общение не идет. Ну пиво с кем пьешь? С русскими. С русскими? А с немцами никак пиво не пьется? Немецкое пиво не пьется с немцами? Да я даже не припомнил, что пьешь с кем-то из немцев пиво. То есть вот, ну я с немцами-то и общаюсь в основном по работе. По работе? Ну с коллегами, да. Так, чтобы потом, после работы, встретились по пиву-пиву, по пили пиво, здесь такого нет. А как здесь вообще пиво-то пьют? Бар все полные, мы сейчас ходили, бары полные. Ну там не в своей компании, в своей группе общения, но здесь на работе не принято дружбу заводить. Особенно в немецком коллективе, потому что здесь все друг на друга стучат, все друг друга закладывают, все друг друга пытаются за счет другого вылезти, получше что-то, высужиться перед шефом. Особенно это вот творится в компаниях, где малообразованный коллектив. То есть, например, на заводе. У меня был опыт работы на заводе, и там просто было змеиное гнездо. Это что представляет? Я на заводе Мерседеса работал. Так, и как там было змеиное гнездо? Ну, тебе в глаза говорят одно, и тут же бегут шефу, рассказывают про тебя, что-нибудь плохое. А вот на таком уровне, везде, да? Да, то есть вот это вот среди неквалифицированных немцев это популярно. А квалифицированные с учеткой по-другому, да? Квалифицированные, они уже меньше стучат. А, меньше. То есть, ну, если ты накосячишь что-то и попытаешься это скрыть, тебя заложит. А, вот так вот накосячить. Угу, понятно. Ну, а получается, вообще есть такое, что как-то, ну, там, ну, вроде там, ну, там, коллега-коллеги, там, как-то друг все-таки, ну, там, дезапректив, как-то за нормальным все там помогать там друг другу. На работе, там, как бы, общение-то оно дружеское, да. По крайней мере, в глаза всегда. Да, да. А за глаза уже все знают, кто там, на кого, кто там, с кем любят друг друга, кто на кого стучит, вот это все знают. Но чтобы за, выходя за, как говорится, за ворота, продолжали общение, я не встречал. А как же вот с кем-то, да, они вот пьют пиво с другими? У них свои друзья, там, которые, там, может, с детства, может, где-то там познакомились. Ну, это как обычно у людей все. А вообще служебный роман здесь бывает, там, с девушкой там? Ну, это вообще здесь не практикуется, и, ну, если, наверное, только русский коллектив. А, только там, да. То у немцев это нет. Это, ну, это, типа табу. Это где, с кем он работает, стоит там девушка, если даже холостой, он там не встречается, никак не общается? Ну, они не понимают этого, это очень маловероятно. Это должен где-то познакомиться, там, по интернету, в другом месте? Да, тут, я знаю, что немцы, они в основном кубок знакомятся. Кубок в интернете. Ну, то есть на улице здесь тоже не знакомятся. А, ты холостой женатый? Холостой. Холостой. Вот как ты с девчонками знакомишься? В интернете. Ты знаете, сколько? А на улице, на остановке здесь не подходишь? Здесь пугаются девушки. Пугаются? Они сразу полицию вызывают? Ну, полицию не вызывают, но здесь это не принято, и они будут в шоке, что к ним подошли, и чего они хотят, они просто не понимают, что от них хотят. А, это то, что там познакомятся, они не понимают? Ну, у них в первый момент будет страх, ну, не страх, а такая вот испуганность, то есть, что тебе от меня надо, зачем ты ко мне подошел, и ты начнешь знакомиться, тебе с 99% скажут нет, потому что это не принято здесь. Ну, это как я не знаю, с чем сравнить в России. Не, ну, в России, в принципе, везде знакомятся. Ну, ты в России как знакомился? Тоже в интернете? По-разному, и в интернете, и на улице. Там вариант, попроще. В России без проблем на улице знакомятся. Вот, различие, например, в России есть целые парки, где одиночки гуляют, для цели познакомятся. Центрального, это такое, где бусы играют, да? Ну, в Воронеже такого парка нет, но в Липецке есть именно парк знакомств, и туда приходят одинокие девушки, там сидят на вазочке, одинокие парни, и подходят знакомиться. В Воронеже ходил, он скотил, кому за 30, там есть такая? Ну, у меня тогда было 20. где-то не ходил. А, где-то не ходил. Понятно, понятно, ну, интересно, конечно. А почему, менталитет смотрел, Воронеже жил, и вот в России, и вот здесь вот, в Германии, как тут различие, это вот есть все-таки, вот такой там, люди? в плане людей, совсем разное все. Ну, во-первых, меня самое главное, что поразило, когда первый день переехал в Берлин, и первый раз попал в Германию, это то, что здесь люди все улыбаются. А, в Воронеже... Ну, в России ты смотришь, и все такие злые, и хмурные, что, увидев человека с улыбкой, ты думаешь, ну, у него, наверное, не все в порядке. Ну, да, может быть, конечно, может быть. Согласен с лужикой. Значит, улыбается. А что еще? Здесь все как-то стараются по закону решить. То есть... По закону? Не через знакомых, не через связи, не набив рожу, а именно по закону. Тебя оскорбили, ты не имеешь права ударить. Дождь, а где бьют рожу? Ну, конфликт какой-то возник. В Баре, например. Нет, здесь тоже бьют рожу? Русские, да. А, здесь же русские, да. И потом разбираются с полицией. Здесь еще такая интересная система, что кто первый ударил, тот и виноват. Опа! Кто первый ударил, вы меня слышите? И кто первый написал заявление в полицию. Тот тоже виноват? Тот не... А, наоборот, не виноват. Не виноват. То есть, даже если ты ударил, можно ударить, и тут же бежать в полицию, первым писать заявление, тогда на тебя подозрений меньше. А если, получается, ты ударил и ничего не писал, тот написал, Бывают ситуации, когда человека избили и написали на него заявление. И потом этому человеку нужно еще доказывать, что это его избили. А, это получается, если, например, ты кому-то в глаз ударил и сразу заявлено написал, то ты, в принципе, не будешь... полиция будет разбираться, но у тебя будет меньше проблем, чем у того человека, на котором ты первого записали заявление. Как интересно. Друзья, слышите, как интересно? Четко так. что это по шагам, да? Вот отслеживаете. Но лучше здесь не драться, потому что это чревато большими штрафами, очень большими. А какие штрафы по шпирую, скажи? Ну, за драку, там, несколько тысяч евро, может быть. Несколько тысяч евро? Ну, это там от трех до пяти? Как это все решалось, дошло это до суда, не дошло. Пощечина сколько стоит? Ой, я не знаю, я никогда не дрался. Нет таких... Ну, а там глаз ударить... Ну, я говорю, но это может быть очень дорого. Очень дорого глаз ударить. Ну, не посадят или посадят? Ну, если ты нанёшь тяжкие телесные, могут закрыть. Закрыть могут, да? Интересно. И как-то здесь откупиться, можно здесь? Нет, вот именно здесь разница с Россией в том, что здесь откупиться нереально. Откупиться нереально, да? Нет, здесь откупиться, это и вот через адвоката будешь откупаться. через адвоката, да? Нанимать адвоката, платить деньги? И государству откупаться. А государству? А государству вы выгодите со всех этих споров, с тех же самых разводов, в плюсе всегда государство. Ой, понял. А как вот знакомство по интернету происходит, потому что пишешь, и девушки сами понимают, что это знакомство, если на улице не боятся, то здесь очень сложно знакомиться. Это как это сложно? Здесь девушки не особо горят желанием знакомиться. Я помню в России, ну реально можно было за день найти с кем подходить на свидание. Здесь, может, ты можешь месяцами искать, писать, и не найдешь. Во-первых, здесь количество девушек меньше. А немцы больше реально? Мужчин больше здесь отдать? Ну, я с немками не пробовал знакомиться, раз я говорю про знакомство с русскоязычными. А чего девками не знакомишь? Ты же боишься? Ну, во-первых, я не настолько идеально знаю язык, будут проблемы в общении. Во-вторых, совсем разные взгляды на жизнь, интересы. А чего вот разные взгляды? Чего именно? Это сложно очень все объяснить. Это понимаешь, что когда ты живешь в этой среде, ты понимаешь, что у вас совсем другие подходы к жизни. например, в немецких семьях абсолютная норма, когда абсолютно раздельный бюджет. То есть, они договариваются, что вот пополам все продукты, пополам все оплаты, а сколько раз потом остается у кого на счету, никто даже не знает. Это они даже там мужу не говорят? Они могут даже не знать, сколько твоя жена или твой муж зарабатывает. А, даже так? Да. Это такой... То есть, какие-то там совместные мероприятия, пополам все это делается, и вот все дела тоже пополам. То есть, там нет такого, как-то патриархального устроя, как привыкли в России, и что жена занимается домашними делами, муж зарабатывает. Нет, у немцев все поровну. А в Литве как у вас тоже? В Литве ближе к России. А, ближе к России, все-таки дальше от Германии, да? все-таки это советская, бывшая советская страна, и там... Ну, ты получается моложе, поэтому ты вырос уже, мне кажется, в таком более европейском обществе уже. Да нет, я родился в 87-м, то есть я 90-е, и все хорошо помню. А, все даже помню, я и в русскую школу там ходил в Литве. А, в русскую школу даже в Литве. А что, есть и русские, и литовские школы что-то были? Да, они до сих пор есть, но сейчас русские школы закрываются, потому что, ну, детей нет, которые бы отдавали в русские школы. А куда дети в Шарполя? Ну, их отдают в литовские школы. уже в литовские школы? Ему надо литовский знать. А, ну да, получается, все. Поэтому, детей все меньше, меньше в русские школы отдавали. Там, сейчас, по-моему, в моем городе, было с десяток русских школ, сейчас, наверное, две осталось. Две осталось? какой город у тебя? Хлайпеда. А, Хлайпеда. Ага, интересно. Слушай, а вот, получается, вот, снимками, ну, хорошо, ну, может быть, там, ладно, патриархально устроить, там такое, это более узрелое поколение. молодежь, наверное, такого нет? Или все равно все это есть? бюджетная, молодежь, во-первых, здесь раньше 37, заводить не принято. 30 лет? Раньше 30 лет. То есть, до 30 лет вообще никто особо не задумывается, о семье, детях. Ну, хотя бы люди встречаются или нет? там встречаются, в отношениях. Ну, там не планируют детей, и женятся очень редко. Очень редко. Если говорить про немцев, да. А как же они просто встречаются? Они встречаются, проводят время вместе. То есть, у них вот отношения, это, да, именно вот проводить время вместе, но именно таких вот конкретных обязательств, как у нас принято, у них нет. То есть, у них абсолютно нормально, что девушка или парень могут там начать общаться с кем-то еще. А, параллельно? Параллельно, да. А, это нормально, да? Ну, то есть, в принципе, да, это нормально. Это как, ну, вы там скажете, ну, хорошо, может быть, там, не договорились там быть вместе, а как там иногда встречаются? Ну, это типа, как вот, больше напоминает наши свободные отношения. А, свободные отношения там, сегодня так, завтра так. Ну, когда люди вроде бы и вместе, но не запрещают общаться с другими людьми друг другу. получается так, получается и так, и так, и так. Какого пара-то нету, да? Так чисто? Ну, опять же, это все индивидуально, я говорю про большинство. Ну, я встречал и немцев, которые были именно парами. Там, лет в 30, у них было все серьезно, и никаких там мыслей у них не возникало, и пойти налево. А, вот так даже. Вообще, как-то они вот, ну, ну, вот тут, вот это вот, тяжело объяснить, но оно чувствуется, когда здесь живешь, вот эта разница. Она такая в мелочах. И в чем мелочах, вот по шестнице какая-то? Ну, вот в этих взглядах на отношения, что они гораздо проще ко всем этим отношениям относятся. Ну, сегодня я с тобой встречаюсь, завтра начал общаться, там, с человеком более интересным, с тобой расстался, пошел к тому человеку. Это просто так, не говоря, так спокойно, да? то есть, это как бы довольно спокойно. Даже не сообщает, как там, что вроде мы... Ну, как-то... Ну, наверное, сообщает. Даже сообщает. Ну, вот, получается, тысячи с лет. Как-то вот, все-таки, за шесть лет, там, ни разу даже с ним, кае, не встречался? Кофе не пил даже? А как-то, ну, как-то, общая компания, кае, там есть друзья? Кто там? у меня компания русские. Там все русские. Сколько здесь русских живут? Нет, но у меня было в одной компании, там были немцы, но они тоже, которые понимают русский, но не говорят на него. А, вот так-то. Понимают, не говорят. Да. Поэтому, мне как-то, не особо хочется с немцами общаться. А почему не хочется? Не знаю. Мне как-то интересны наши люди. А чем интересны наши люди? Они более душевные. А, более душевные. более открытые общения на большие темы. Ну, так как, то-таки, ты русский знаешь хорошо просто, Ну, я русский сам по себе, но я родился в Прибалтике. Ну, да, ну, просто, что там русскоговорящий. А, получается, ну, а с ним здесь, вроде бы, в этой стране живешь, вроде бы, там, ну. Итак, друзья, кто захочет Павлу написать, ссылка на его контакты будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok